У меня вообще супер жирный план сегодня из коллекции Филиппа Киркорова. Боже, а как он в этом влезал? Мог бы Баскову подарить, да? А ты кто? Ты посетитель? Привет. Шо? Хочет просека и немного секса. О-ля-ля! Секс любой здесь есть. Ну, пойдемте, сделаем свое дело. Может, просека налью. А если я чихну? Еще и два раза, значит, я не обманываю. 2 миллиона 950. Короче, какие-то продавцы жадные. Просека, знаете, никому не повредит сейчас. За ресейл и за вас. Ну, все, я уйду с покупкой сейчас. Тебя можно еще подвесить на крючок. Шо, пойдем, все, пойдем. У меня брюхо не торчало там. Всем приветики, меня зовут Александр Рогов, это Ольга Шуранова. Привет. И мы с вами сегодня отправляемся по магазинам. У меня вообще супер жирный план сегодня. Да? Да, но я буду рассказывать все по ходу действия событий. Мы сейчас приехали в авиапарк, он уже за нашей спиной. И мы решили начать сегодняшний обзор с магазина, в котором в прошлом сезоне вместе с вами мы уже были. Мы точно знаем, что вам очень хорошо этот обзор зашел. Это бренд... Юона. Это бренд Юона. И мы посмотрим, что же там есть в новой коллекции. Говорят, коллекция супер крутая. Все вещи потрогаем, все пощупаем, про каждую расскажем, что сколько стоит, объявим. Надеюсь, что этот выпуск, именно этот обзор вам зайдет хорошо. А у меня, кстати, много вещей из Юона и гардероба. Ну давай, перечисляй, что есть. Брюки карго есть, две штуки. Свитер и футболка секс. Вау. Две новые юбки. Пока еще не показывала, но в скором времени покажу. Так, что еще? Кардиган какой-то. Ну, в общем, да, довольно-таки много вещей. Так что Шу поклонница бренда в прямом смысле слова. Перед тем, как мы пойдем в магазин, расскажем, во что же мы одеты. Правда? Ну давай, рассказывай. Так, я первая начинаю, да? Так, на мне невероятное пальто. Пальто-бомба. Из новой актуальной коллекции бренда Рогов. Та-дам! На мне блуза. Из новой актуальной коллекции бренда Рогов. Рогов. На мне вот такие брюки, джинсы. Все спрашивают, как ходить в супердлинных джинсах. Ну вот так, вот прям ходить по ним и все. Это лайм. Кеды Adidas. Что еще? А, сумка Juicy Couture. И вот такие вот колечки у меня новенькие от бренда Shusha. Shusha? Да. Шуша, привет. Так мило. И знаешь, чем прикол? Что они сохраняют форму настоящих растений. А, ничего себе. Ну идите поближе рассмотрите. Видите, какая красота невозможная. Я единственный нюанс хочу отметить. Вот в таких длинных джинсах мы ходим, когда на улице сухо. Ну да, да. А теперь я расскажу, во что я одет. На мне тренч из новой актуальной коллекции бренда Рогов. Та-дам! Да, очень классный. Мне он безумно нравится. Я рад, что мне он достался. На мне лонгслив такой удлиненный. Это бренд Balenciaga. На мне брюки вот с такими лампасами внутренними из коллаборации Adidas с кем-то. Я, честно говоря, не помню с кем. Трипл С черный, шикарный, невероятный. И в руках у меня сумка Лоэвы. На шее еще такой чокер. Вэтмо, ватман, витимент. Очки Balenciaga. Ну очки Balenciaga. Лучшие очки это Balenciaga. Итак, мы с вами отправляемся в Ювона. Что будет дальше, скоро узнаете. Все, пойдем. Пойдем. У меня брюхо не торчало там. Да вроде нет. Ты втягивал? Не-а. Я когда говорю, забываю втягивать. Мы сейчас вам расскажем, где находится Ювона в авиапарке. Это второй этаж. И вот магазин уже перед нами практически. Давайте посмотрим, что на витрине. Так, что мы найдем в магазине. Трикотаж с надписью Prosecco. Просеко, знаете, никому не повредит сейчас. Яркие пальто будут. Затейливый трикотаж. Смотрите, топы с вырезами. Джинсы, кстати, с накладными карманами. Вот днем с огнем не сыщешь, в Ювона есть. А с той стороны что? Здесь пальто с рисунком Пьеде Пуль. Пьеде Пуль – это гусиная лапка. Вот прикольный какой-то топ. Такой драный с швами наружу. И юбка карго. Смотрите, интересные сплощевки. Еще карго на резинке. В общем, все, чем бренд славится, там сейчас мы и увидим. Трикотаж интересный. Пальто яркие. И много карго. Пойдемте посмотрим. А теперь, Шу, главный вопрос. Направо или налево? На розовое. Направо. Так, ну давайте сразу в пучину моды. Так, здесь какое-то очень интересное пальто. Я должен вам рассказать о том, насколько оно приятное тактильно. Это как будто бы пальтовая ткань с таким ворсом. Смотрите. Я так думаю, что Шу уже примерять все это хочет. Оценим. Ну смотрите, такое классное, расслабленное пальто-халат. Очень объемное. Давай я посмотрю, что это за размер. Вот, тут еще и пояс есть. Это размер. Девочки, что это за размер? One size. А, это one size. Знаете, очень хорошо упрощает выбор. Пальто стоит 24 тысячи рублей. Мне оно очень нравится. Очень приятное, яркое. Незамеченными точно не останетесь. Можно носить с поясом, можно носить без пояса. И два удобных накладных кармана. Мне кажется, подойдет тем, кто любит оверсайз и носит при этом SM. Да. Вот тогда это будет то, что нужно. Такое уютное, объемное, яркое, приятное на ощупь, что важно, пальто. Я уже сказал, что Юбона славится своим трикотажем. Трикотаж здесь очень много. Вот, например, розовый кардиган на пуговицах из хлопка. Кардиган стоит 7 тысяч 950 рублей. Кардиган такой носите с чем хотите. Хоть с кожными брюками, хоть с короткокожной юбкой, хоть с джинсами, хоть с велосипедками. В общем, то, что нужно. И поверх платья какого-то милого в цветочек тоже такой кардиган будет смотреться здорово. Мы же рассказывали в прошлый раз, что Юбона – это секс. Да, говорили, конечно. Вы же помните, что Юбона – это секс. И вот прямое доказательство. Нет, прямое вот. Давайте, это прямое доказательство, что Юбона – секс. Это укороченный такой джемпер, который можно носить поверх кроп-топов или, например, футболок. А вот косвенное доказательство, что Юбона – это секс. Это трикотажное платье с очень глубокими вырезами спереди и по бокам, и с шнуровкой. Это максимально актуально. Сейчас так одеваются все топ-модели. А платье стоит 7 тысяч 950 рублей. Мне нравится. Вот это еще классно. Стеганая – это бомбер, типа? Такая стеганая куртка, похожая немного на бомбер, но снизу нет резинки. Такая куртка-рубашка-бомбер. Тоже яркого цвета, на такую прохладную осень. И бомбер этот стоит 14 тысяч рублей. У меня в руках размер М. А какой максимальный размер бомбера у вас, девочки, вот такой? Л-ка? Есть еще Л-ка. Он объемный довольно-таки. Кожаные брюки. Кстати, хочу отметить, насколько приятная на ощупь ткань. Это эко-кожа. Вы знаете, я не очень люблю эко-кожу. Вот это то, что нужно. Хорошие, приятные на ощупь брюки, сшитые, как джинсы. С достаточно высокой посадкой, заужающейся к низу. Тоже вполне себе инвестиция в гардероб. А ты там что нашла? Пальтишки, смотри, смотри. Еще один вариант пальто. Такой вариант. Мне нравится. Идите сюда, посмотрите. На выбор, пожалуйста. Смотрите, есть пальто немножко в стиле 70-х, с такими широкими лацканами на одной пуговице. Есть пальто немножко другого сила, это прямого. И заметьте, что цвета отличаются. Это холодный розовый, это теплый розовый. Если на сайте YouWon будете выбирать для себя пальто, обратите внимание, что вот такое с красивыми правильными лацканами холодного розового оттенка, это скорее такой персиково-коралловое. Да. Посмотрите, сколько аккуратно все сделано. Мне очень нравится. Строчка супер. Все хорошо. И пальто стоит 19 тысяч 950 рублей. И вот тут уже есть размеры. У меня в руках L. В общем, мне кажется, YouWon как минимум пальто и вот эти бомберы для невысоких все-таки девушек, если вы хотите носить супер оверсайз. Ну да, что вот так сделал, как на мне, это смотри, какие классные, Саш. Джинсы супер. Джинсы супер. Карго актуальны. Баленса. Да. Карго точно еще несколько сезонов будут актуальны и можете смело в карго инвестировать. Вот. И насколько я знаю, джинсы YouWon сделали впервые. А до этого джинсы они не выпускали. Здесь фирменная такая кожаная нашлепка, накладные карманы объемные. И тоже рекомендую на 1-2 размера больше купить, чтобы они прям были такими джинсами в пол. И смело, кстати, если вам по ростовке они не подойдут, будут слишком длинными, потому что они на высокий рост. Их можно просто снизу отрезать. Или вот так ходить. Ну вот, или вот так ходить. И вот еще джинсы другие есть. Смотрите, драные джинсы с дырками на коленках. Еще один из трендов сезона. Вот, пожалуйста, классные джинсы трубы в пол с необычным таким поясом. Видите, здесь все такое немножко пожившее, как я люблю. Давайте, кстати, оценим, по чем здесь джинсы. Ну, качество классное. Качество супер. Это не банальные джинсы из масс-маркета, потому что по ним видно, что это джинсы, которые сделаны по особым лекалам. Вот эти джинсы стоят 9900 рублей. Да, это дороже, чем в масс-маркете, но вы такие в масс-маркете и не купите. Очень приятно для ним. Достаточно плотный, хорошо будет носиться. Еще одна опция джинсов. Смотрите, с вырезанными такими элементами на карманах. Вот такие джинсы стоят 9990 рублей. Тоже на высоких. Посмотрите, насколько они длинные. В общем, если ищете джинсы в пол, то однозначно можно заглянуть в Ювона и купить то, что нужно. Из трикотажа. Такой классный, интересный свитер с высоким горлом. А мне вот это нравится. Вот это вообще офигенно. Смотрите, я вам показывал уже кардиган. Он простой, понятный. Есть еще кардиган вот с такими непровязанными элементами, деконструированный немножко. То, что нужно. Классно-объемный. Еще приятно, что он из хлопка. О чем это говорит? О том, что он демисезонный. Можно и летом такой кардиган носить и зимой. 8900 стоит. И вот этот свитер стоит 6 590. Просто состав. Давайте посмотрим. Состав на него тут где-то. Вот здесь. Так. Шерсть и акрил. Шерсть и акрил. Не будет закатываться. Хорошо будет себя вести в процессе носки. Вот и просека. Вот уже хочешь просека, да? Ну, конечно. Шу уже хочет просека. Я хочу и свитер просека, и просека. Ну, потому что если ты пьешь просека, на свитере должно быть написано просека. Ну, плюс, конечно же, это про юмор и иронию. Это забавно. Очень прикольно выглядит. Тоже носите с чем хотите. Можно сфокусироваться только на этом джемпере, замиксовать с джинсами. Можно доиграть розовый цвет. Можно вообще какой-то еще дополнительный вброс придумать. Не знаю, какую-нибудь зебровую юбку, например. Будет то, что надо. Пока мне есть футболочка. Ой. Шу хочет просека и немного секса. Сначала просека, потом секса. Да. И еще одни джинсы. Мы вам голубые показали. Есть вот такие темные. Очень классные. Вот эти вообще мои джинсы-фавориты. Смотри. Покажи. Такие они подзамученные немножко, да? 12 тысяч рублей стоит. Но я уверен, что это та цена, которая себя оправдает. Это must have. Хотите выглядеть, как Белла ходит? Надо купить эти джинсы. Вот эти еще кайфовые по цвету. Такие как будто бы чуть-чуть ржавые. Давайте так. Вот эти мои фавориты. А вот эти фавориты шу. Это один из трендов сезона. Такая заржавевшая джинса. Очень дорого выглядят. И стоят... Понравились из-за необычного цвета. Стоят 9 900. Очень классные. Вот эти супер. Джинсы супер. О, а ты вон еще чего не заметила. Смотрите. Видите, какой я вам показываю свитер с высоким горлом? Но и вон. Это же про секс. Та-дам. Прикольно. Я такого не видел. Мне нравится. Тебе нравится? Да. А еще интересно, что это можно носить и передом, и вот так. Ну, это сначала на вечеринку приходишь вот так. Нет, на работу идешь вот так, а потом вот так. Нет, ну представь, у тебя кроп-топ, например, какой-то необычный. Или кружевной какой-нибудь топ с кружевом на тонких бретельках. И все это будет видно под свитер. Мне нравится. Это красиво. Да. Ой, цвет классный какой. Так, мы из розовой капсулы перемещаемся в капсулу черно-зеленую. Вот мне лук нравится прям. Шу выбрала лук. Мне кажется, в ее гардеробе вещей ювона станет еще больше. Ну что, офигенно. Очень классный свитер. Он мягкий, рыхлый. Здорово, что он будет таким достаточно пластичным на фигуре. Это one size, поэтому смело можете покупать. Но единственное, когда вы покупаете вещь one size, вы должны понимать, что она правда будет достаточно большой. И этот свитер oversize, супер oversize. Если вам рукава длинноватые, спокойно засучили, или можно вот так их просто подвернуть, обживайте вещь. Хорошо? А еще я хочу порекомендовать, знаешь что, Саш? Еще нет. Вот эти вот брюки. Давай, рекомендую. Они у меня есть в гардеробе. И многие думают, что вот в таких брюках жарко. На самом деле нет. У них какая-то супер классная ткань. Когда дует ветерок, все продувается. Я вот лично хожу, мне безумно нравится. Продувается? Да. У меня и в таком цвете, и в таком. Вообще. А я тебя, кстати, в неоновых еще не видел. Ну вот, увидишь скоро. Карго – это один из важнейших элементов новой коллекции Yvonne. Насколько я понял, карго здесь в совершенно разных модификациях. Вот эти из тонкой плащевки. А, кстати, дай сравню. А, вот это прям тонкая. Вот это прям тонкая, невесомая, супермягкая плащевка. Вот эти, даже не то чтобы карго, это такие спортивные брюки с защипами в районе колена. Из более плотной плащевки. Немножко похожие на Prado. Снизу есть кулиска. Можно смело, например, кулиску использовать, чтобы брюки были как будто бы на резиночке. А можно кулиску не использовать, и они будут набрасываться на вашу обувь, например, в спортивном стиле. И у этих карго еще есть фирменная резинка с надписью You, Ты. Потому что Yvonne для Yvonne, для тебя. Да? Угу. Прервемся ненадолго, скоро вы продолжите смотреть влог. А пока я хочу поднять одну большую важную тему. Октябрь во всем мире принято называть розовым октябрем. Это месяц борьбы с раком молочной железы. И к этому событию лаборатория GEMA-тест запустила спецпроект, который называется «Важно для тебя, важно для всех». GEMA-тест призывает всех женщин нашей страны позаботиться о себе. При выявлении на ранних стадиях рак молочной железы успешно лечится. А лабораторные ДНК-тесты помогут оценить наследственный риск развития болезни. С их помощью можно выявить генетические аномалии, которые повышают вероятность возникновения рака. Не откладывайте свой визит. Вас ждут специальные цены на исследования в течение всего месяца. А также дополнительная скидка 10% по промокоду ROG. И еще кое-что важное. Если вы не боитесь поделиться своей историей борьбы с раком молочной железы, заполняйте форму по ссылке в описании. Ваш рассказ поможет другим женщинам оставаться сильными и продолжать лечение. А партнер проекта Love Republic будет счастлив вручить подарок каждой, кто храбро рассказал свою историю. Поделиться историей, узнать цены на исследования и развеять мифы о раке молочной железы можно по ссылке в описании. Пожалуйста, будьте здоровы. Ну и, конечно же, продолжайте прямо сейчас смотреть мой сегодняшний влог. Я вас заряжаю позитивом. Надеюсь, вы это цените и чувствуете. Договорились? Вот секс еще зеленый. Секс зеленый. Вообще секс любой здесь есть. А мне вот это еще нравится. Такая юбка немножко в стиле нулевых. Юбка Cargo тоже с накладными карманами из нарядной ткани. То есть из этой ткани как будто бы можно было бы себе представить только нарядное платье. А в итоге юбка в спортивном стиле, но и из нарядной ткани. Тоже очень симпатично. Да, с какой-нибудь белой футболкой просто простой. Или майка алкоголичка. Короче, майка алкоголичка. С нами, с вами еще на несколько сезонов. Если вы уже купили, носите с удовольствием. Если еще не купили, обязательно покупайте. Впрыгивайте практически в последний вагон. Мне это нравится. И давай покажем юбки, от которых просто все фанатеют. После эфиров. Рогов Плюс нам сразу пишут, если Катя Волкова в этой юбке снималась. А у нас как раз сейчас серия выходит в эфир, где Катя в этой юбке. Это хит-продаж Юбона. Идея, казалось бы, суперпростая. Это просто плессированная юбка на резинке. Но из-за того, что она ярусная, получается, что здесь юбка короче, здесь длиннее. Это выглядит суперсекси и очень оригинально. Одну ногу видно. Юбку, кстати, можно по талии крутить. И вы будете решать, какую ногу вы хотите показать. Спереди будет разрез сбоку или со спины. Да, она, по-моему, в разных цветах здесь есть. Очень классная. Юбка супер. Вот это моя любимая вещь. Давайте мы вам уже расскажем о трендах грядущего сезона. Это оранжевый. Да. Юбона просто руку на пульсе держит. Оранжевое объемное пальто-халат. Мне кажется, вот это мое пальто-фаворит. Оно максимально широкое. Посмотрите, пальто с запахом небольшим. Здесь есть потайная такая кнопка. Широкие рукава с интересными дизайнерскими деталями. Офигенное пальто. Смотрите. Если у вас есть уже базовое, бежевое, черное, серое, купите себе оранжевое. Вы точно не пожалеете. И можно, кстати, монолуки сделать. Смотрите. Берете вот такие брюки-трубы. Добавляете вот такой вот жакет прямого кроя. Внутри может быть топ из сетки. Немного секса. Как вы понимаете, внутри может быть, например, бра черного цвета. И оранжевое пальто на плечи. Это про подиумный тренд. А можете спокойно эти вещи носить по отдельности. Успокаиваете пальто джинсами и каким-то нейтральным джемпером. И тоже выглядите просто супер. А еще очень красиво оранжевый смотрится с небесно-голубым. И с коричневым. Валентина посмотреть и вдохновиться сочетаниями. Да, если вы не очень хорошо умеете цвета сочетать, занимаетесь своей насмотренностью, очень рекомендуем Валентина. Ну, или Дриса, может, посмотреть. Ой, Дриса Ванутен тоже супер. Вот юбки наши любимые. Моя любимая юбка. Я вообще обожаю эти юбки. Считаю их абсолютнейшим мастхевом. Вот такая юбка спасет вас в любой ситуации. Юбка скроенная по косой. Из плотной струящейся ткани. Она может быть черного цвета, любого другого оттенка. И подходит ко всему. И к трикотажу, и к какой-то более формальной одежде. Я вот даже с этой блузкой надевала эту юбку. Посмотри, как красиво. Ой, круто смотрится. Прямо такое платье. Надо такую юбку в Роговшоп сделать. Юбка стоит 4950 рублей. И здесь, кстати, есть затейка, которую не видно, когда вы юбку рассматриваете на вешалке. Смотрите, она может сидеть, например, на бедрах. А вот эти штучки, как трусики, натягиваете повыше. А почему она мне показывает? Вот так. Видите? Ну, это в том случае, если вам нечего скрывать. А если есть что скрывать, ну, это просто юбка. Вот такая. Но обе хороши. Обе хороши. Обе рекомендую. Тренч еще красивый вот этот. Мне нравится. Мне нравится, что он с каким-то напылением. Он очень приятный на ощупь. Как будто бы с таким замшевым напылением, что ли. Да? Да. И из-за этого смотрится немножко винтажненько, что прикольно. 18 тысяч 950 рублей стоит этот тренч. И немного красного. Этот цвет этого сезона. Красный очень актуален. Что здесь есть у Юона? Например, простой джемпер красного цвета. Тоже подойдет ко всему. Да, хоть к этой юбке черной, атласной, которую мы только что показали. Трикотажное платье для худышек, стройняшек. И вот такой есть тренч из мягкой кожи. Для меня мягковато, конечно. Хотелось бы, чтобы он форму держал. Но он классный тоже. Тоже впишется в базовый гардероб. Вот ты сказал, для худышек, стройняшка, Ким Кардаши. Ну, она тоже сейчас худышка, стройняшка. Видал, как она попадела? Она даже импланты удалила. Да? Да, сейчас я видел картинку, где сравнивают Ким на одном и том же шоу. И она сидит вот с такой грудью. А второй раз носит в платье Recovance, там просто нет груди. Она, конечно, просто у нее такой там апгрейд. Блин, каждые два месяца она что-то делает. Ну, в общем, это окей. Не для худышек, стройняшка, а для девушек с формами. Если вы своими формами гордитесь, это платье их максимально деликатно подчеркнет. 8 590 стоит это платье. Очень приятное, кстати. Очень-очень мягкий трикотаж. Прям такой струящийся. Безумно приятное на ощупь. Так, а, кстати, Ювона открыли магазины еще в России, в двух городах. В Санкт-Петербурге. Сейчас проверю, я читал по дороге сюда новости. Сейчас скажу, где. Открыли магазин в Питере, в галерее. Ну, это главный торговый центр в городе. И, да, в Казани, в Казань-мол. Так что, если вы живете в Петербурге, идите в галерею, ищите там Ювона. Либо, если вы живете в Казани, идите в Казань-мол. Вот, видите, какие мы полезные, развлекательные и увлекательные. Пойдемте дальше. Только часть зала. Зеленая зона. Коллекция очень большая. Вот. Юбка еще в зеленом цвете есть, пожалуйста. У-ля-ля. Та-дам. Класс. Мне нравится. Прикол. Я очень такое люблю. В общем, если вы нашли вот такую сложную, характерную юбку, знайте, есть два способа, как эту юбку можно стилизовать. Первый. Мы утрируем ее. Берем кожаный жакет. Внутри еще может быть кожаная бра. Высокие черные сапоги, чуть ли не ботфорты, которые внутрь юбки уйдут. Либо вы можете эту юбку упрощать тем же самым трикотажем. Ну, самое простое. Вот, пожалуйста. Объемный кардиган. Внутри белая майка-алкоголичка. Черная юбка с бахромой. И, например, какие-то грубые ботинки наоборот. Почему бы нет? Или можно добавить сюда цвета с зеленым трикотажем. Это будет смотреться здорово. С каким-то кроп-топом. В общем, эта юбка, казалось бы, сложная. Но на самом деле ее можно совершенно по-разному обыгрывать. А, еще и чокер вот такой можно тоже подобрать. Вот такой. И будет супер. А можно еще жакет и брюки плюш. Я там какую-то вещь нашел, забыл показать. Не понял, что это. А смотри, какая здесь юбка есть необычная. Обычная. Прикольно. Прикольно, да? Смотрите, это как будто бы недошитые брюки. Видите? Но это на самом деле юбка. Это фальш пуговицы. Выглядит офигенно. Да? Да. Интересно, высоко она сидит или нет? Я думаю, что тут в зависимости от того, какого размера ты возьмешься. Да, классно еще, если бы вот здесь вот торчало что-то. Ну, типа, например, футболка. Ну, слой какой-то еще один. Очень классная юбка. Выглядит офигенно. Какой-нибудь женполь готье. 7550 рублей. Так, давайте продолжим. Что у нас здесь еще есть? Здесь вот те самые топы с швами наружу. Смотрите. Лонгслив укороченный. И не бойтесь, что я вам сейчас показываю кроп-топ. Вы сейчас подумаете, с чем вы его носить будете. Кроп-топ надевайте с чем-то с завышенной посадкой. То есть, вашего тела будет видно совсем чуть-чуть. Сейчас чихну. А если я чихну еще и два раза, значит, я не обманываю. Влог точно зайдет. Классный топ. Лапшу. Мне нравится. 4590 рублей. И он может быть как самостоятельной вещью. То есть, он главный акцент в образе. Например, с юбка в стиле нулевых. Также это может быть и пододевалка. Какой-то второй слой. Сверху может быть жакет топа. Будет видно совсем чуть-чуть. Но будет понятно, что на вас не банальная майка-алкоголичка, которую мы уже зарекламировали, а все-таки что-то более сложное, более затейливое. Кстати, с теми джинсами карго будет очень классно смотреться. Нет, а самое еще важное, что мы не просто в магазине сложных вещей, что здесь в целом можно собрать полноценные комплекты, не выходя из магазина. Только за обувью, за аксессуарами. Здесь есть и сложная, есть и супербазовая. Вот на той простой черный джинбер. Классный. Юбка здесь есть что-то карго. Рубашка вот. Простая белая. Да. Вот еще есть брюки в пол тоже с намеком на карго. Здесь есть накладные карманы, просто уже не такие акцентные. Вот. Я даже, мне кажется, могу порекомендовать мальчикам субтильным сюда зайти, потому что такие брюки тоже днем с огнем не сыщешь. Мужской выбор сейчас вообще такой крайне ограниченный. Саша, а мы тут искали с тобой белую юбку. Вот теперь будем знать где. Да. Это хорошо, кстати. Надо запомнить. Тоже вообще в стиле The Roll. Смотри, как красиво. Вот еще тоже секси топ. Смотрите, он когда висит, кажется, черным. На самом деле здесь прозрачная деталь спереди, похожая немножко на корсет. Очень красиво. А покажи футболку. Секс. А такая футболка у меня в гардеробе могла бы оказаться. Я тут презервативами светанул уже у Алико в Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на меня в Телеграм-канале. Вот здесь будет ссылочка. Подписывайтесь на ШУ в Телеграм-канале. Вот здесь будет ссылочка. И помните, что юона это что? Это секс. Юона это что? Это хороший трикотаж. Юона это что? Это классные модные вещи по доступным ценам. А вот такой мы еще не видели. Вот еще один вариант свитера с косичками. Такой уютный. Свитер для образов стиля Апресс-Ки. Кстати, если вы не знаете, что такое Апресс-Ки, то вам рассказывать не буду. Пишите в комментариях, кто будет прав, тому отправлю сердечко. Тоже свитер в одном размере. 6900 рублей стоит. И очень хочется проверить состав, потому что он какой-то крайне приятный. Да, 50% шерсть, 50% акрил. Это очень хороший состав. Вам в нем будет тепло, и он не закатается. Он сохранит эту же форму. Юбка классная. А вот мы на витрине ее видели. Еще одна юбка-фаворит. Вот это супер. Вот это офигенная юбка из плащевки. Приятной. Она шерстит, шумит, но не сильно и не раздражает. Снизу вы тоже видите кулиски. Можете использовать их, можете нет. И, кстати, эту юбку можно превратить в самую модную юбку следующего сезона. Это юбка-баллон. Это самая актуальная юбка, максимально уродская, но все будут на ней ходить. Юбка-баллон. Снизу затянули кулиски, сверху затянули кулиски. Главное, чтобы она была вам великоватая. Она должна вот так чуть-чуть баллоном надуться. Очень красивая юбка с накладными карманами. И стоит 8 950 рублей. Все для вас. А у меня вот такие две новые юбки есть в гардеробе. А, это не видно. А что я этого не видел ничего? А я не знаю. У тебя? Вот такая есть. О, это отсылка к Миу-Миу. Но мне очень нравится та коллекция Миучи Прадо для Миу-Миу, которую стилизовала на подиуме наша любимая Лотта. Лотта Волкова. И там, конечно, максимально прогремели бежевые. Вот есть вариант серой юбки с необработанными краями. И по ней видно, что она не из масс-маркета. И ткань классная. Но вы понимаете, что она, конечно, очень опасная. То есть, эта юбка не для приседаний. Да? Ну да. Ну хотя, если его на это секс, то вполне себе логичная вещь. Вот и лук вполне себе Миу-Миу. Есть вот такой лук. Но мне нравится, если вы такую юбку наденете все-таки с каким-то закрытым верхом. Вот этот свитер мне очень подходит. Вот, смотрите. По цвету очень хорошее пересечение. Из-под закрытого свитера торчит достаточно короткая юбка. И можно предложить, например, сюда гетры. Это один из трендов сезона. Тоже такой ugly тренд. Высокие гетры, которые вы наденете, например, на грубые ботинки или обувь в спортивном стиле. Саша, ну это как красивые юбки вообще. Вот если вы хотите юбку по косой, вот убегите прямо в юлону. Вот. Красота же? Да. И вот это красивый цвет еще. Какой-то бирюзовый, да? И, например, вот такой жакет можно надеть еще и с колготками в тон. Да? Кстати, да. Представляешь? Да. Колготки в тон и все. Особенно, опять-таки, если мы говорим о росте, например, 170, то этот жакет еще и платье можно сделать. Пальто тоже голубое. Это красивое. Да, цвет красивый очень. Очень красивые цвета. Мне нравится. Вот можно взять, смотрите, пойдемте покажу, голубое пальто. Саш, вот такую вот коричневую юбку. Я хочу показать сейчас сочетание оранжевого с голубым. Смотрите, как красиво. А там коричневого верха нет никакого? Сейчас лук придумаем. Оранжевые брюки, голубое пальто. Очень классное. Такое стоп. И добавляем еще коричневый. Вот. Красиво по цвету. Супер. Либо вот так. Ну, мы берем, либо делаем коричневый с голубым. Смотрите, образ яркий, динамичный, но при этом поспокойнее. Либо добавляем сюда третий цвет, оранжевый. Можно еще цвет фуксия добавить. И еще пятый какой-то оттенок. Вообще не видите, знаете, правила про три цвета в одном луке. Главное, чтобы вещи были простыми по своим фасонам. Вот у нас простые брюки, простое пальто, простая юбка или простой трикотажный топ, простой формы сумочка, и тогда все эти яркие цвета вместе будут звучать классно. Вот. Не благодарите. К тому, чтобы вы не думали, что Ювона только про экстремальные цвета, про надписи секс и про провокацию, пожалуйста, здесь есть. Очень спокойный, в хорошем смысле, островок. И вы здесь видите, например, брюки из эко-кожи. Про эко-кожу и качество эко-кожи Ювона я вам уже сказал. Очень приятное на ощупь. Пожалуйста, прямого силуэта брюки. Здесь есть очень красивый джемпер с разрезами по бокам, с V-образным вырезом. Такой джемпер стоит 5950 рублей. Состав хлопок. Здесь у нас есть маячка-алкоголичка. И все, смотрите, как по цвету хорошо взаимодействует. Просекко есть еще и вот в таком цветовом решении. Потрогай, как это приятность. Ой, а что это? Какие-то пижамные брюки, да? Какие-то брючата, да, пижамные. Смотрите, мягкие, такие расслабленные, супер приятные на ощупь брюки. И к ним есть вот такой верх типа рубашки. Это может быть либо домашней одеждой, но дома же вы тоже должны хорошо выглядеть. Смотрите, какой уютный и приятный на ощупь домашний костюм. И на выход его тоже можно будет, если что, использовать. Красную помаду, нитку жемчуга. Шу, вот еще вещь супер. Офигенная черная юбка из костюмной ткани. Вот здесь гульфик, как у брюк. Здесь есть разрезы еще по бокам. Она с небольшим расклешением, еще высокая шлица. Юбка супер. Вот это бомба. Ой, длина супер. Вот шу высокого роста. Вот высокие девушки. Вы очень часто жалуетесь, говорите о том, что вам негде купить одежду на ваш рост. В Ювона на высоких джинсы однозначно. Брюки карго однозначно. Вот эти юбки однозначно. Очень много юбок длины миди. Юбка стоит вообще 7490 рублей. Класс. Давай еще какой-то лук с ней составим. Здесь тоже может быть какой-то простой трикотажный верх. Например, Total Black можно сделать. Какой-то жакет. Например, черный. Саша, здесь я. Вот. Вот, например, такой вариант есть. Dark такой. Все черное. Dark fashion. Мне нравится. Либо можно эту черную юбку интегрировать во что-то более жизнерадостное, скажем так. Например, черная юбка. Вот такое зеленое пальто, наброшенное на плечи. Внутри может быть еще один какой-то цвет. Или вот здесь есть зеленый трикотажный джемпер достаточно понятного кроя. Смотрите, он, кстати, классный. Я вам его еще не показывал. Он спереди укороченный. А на спинке он чуть длиннее. Черный плюс зеленый. Пальто еще на плечи. И тоже грубые боты, например. Мы когда-нибудь вообще грубые боты перестанем произносить? Ну, это же классика. Да. Это классика уже. Или вот с футболкой такой тоже будет офигенно. Вот. Мне кажется. Вот. Это вот в моем тесте. Вот. Футболка секс. Это юбка в пол с разрезами брючного кроя. Мой чокер. Вот мой чокер еще сюда. В общем, а с миру по нитке еще мою сумку Луэве. И офигенно. Да, и пожалуйста, либо черное пальто на плечи, либо леопардовый тренч. Тоже вариант. А вон там юбку, между прочим, с бахромой уже девушка покупает. Правильный выбор. Ну что? Мне кажется, супер. Да. Давай подключаем сейчас камеру. И я начинаю себе собирать. Давай тогда мы Мишу отпустим кофе попить. Да. Ты тогда... Ну вот эту юбку точно надо брать. Просека бери. И карго, вот те мне понравились. И джинсы обязательно. Да. Вот эти ржавые, да? Миш, ну мы тебя за кофе отправили. Давай. Ну, Миш. Ну что, за шопинг-влог? Там просека. Ну, как видите, шула без покупок не ушла. А что взяла в итоге? Потом покажу, все рассказали. Ну ладно, в общем, шула без покупок не ушла. Потому что это реальный шопинг-влог. И прямо сейчас я вам расскажу, куда мы едем дальше. Мы сейчас едем в центр Москвы, на Петровку. Мы едем в магазин бренда, в котором я еще ни разу не был. Это магазин бренда Ушатава. Знаешь такой? Да, знаю. Бренд не была. Да, я бренд тоже давно знаю. За ним слежу. И недавно мы ходили на их шоу, которое прошло в Москве в начале сентября. Это было супер эпично. Очень классно. Безумно красиво. И ребята большие молодцы. Прям руку на пульсе держат. Очевидно, конечно, что любители Баленсиага, как некоторые. И в целом вот эти отголоски Баленсиага в коллекции есть. В бренде работает креативным директором Санан, который учился в антверпенской школе моды. И вообще знаком даже с Деной Квассали. В общем, Санан супер. И я решил сегодня еще и в Ушатаву заглянуть. Посмотрим, что там представлено из новой коллекции. Запишем, конечно, тоже рекомендации. Будем все трогать, щупать, цены называть. Но на Ушатаве мы не закончили. Правда? В общем, едем в Ушатаву. Так, мы с вами приехали в центр Москвы, на Петровку. Здесь супер оживленно. Народ тусит. Здесь очень много магазинов российских брендов. Вот один из них мы проходим прямо сейчас. Но сегодняшняя цель это... Где надпись? Это Ушатава. Пойдемте в Ушатаву? Пойдем. Здрасте. Здравствуйте. Мы к вам с ревизией пришли. Все, приступаем к обзору. Это просто безумие богемное. Это как раз показано, которым мы с Шу были. Сидели, между прочим, на первом ряду. Фронт роу. Итак, комплект. Свитер объемный с шарфом. 36 900 рублей. Это супер вещь. Две вещи, как вы понимаете. Можно носить вместе, можно носить по отдельности. И состав. Давайте с вами проверим. Здесь у нас... Альпака 59%, не 3%. Здесь акрил 25, нейлон и спандекс. Хороший очень состав. Единственное, вы знаете, что я не очень люблю пушистые вещи. Все это в рот набивается. Но нужно просто чуть-чуть пожить с этим джемпером и с этим свитером. Но выглядит все это очень круто. Да? Да, мне очень нравится. Просто очень круто. И по цвету еще есть, например, вот такие ботинки на грубой подошве. Похожие немножко на Доктор Мартинс. Кстати, ушатава брендированные. А сколько стоят? 15 900. 15 900, смотрите. 15 900. Вместе супер. Тебя как зовут? О, привет. Привет. Здрасте. А ты кто? Ты посетитель? Привет. Это той пудель у вас, да? Нет, это мультиплей. Это мультиплей. Я никогда не научусь их различать. У меня той пудель. Очень похоже. Как сами сами с меня не отвечают. Идите сюда. Что у нас здесь? Здесь трикотажные, тончайшие платья-майки. Тоже очень красивые. Я впервые трогаю вещи бренда. 6 500 рублей стоит такое платье. И мне кажется, в целом это агендерная вещь. Такую майку-платье можно и на парне представить. Например, на пляже. Я бы такую надел бы. Поверх плавок. Такое мягкое платье-майка. Можно немножко подоткнуть, сдрапироваться. Очень красиво. И на ощупь безумно все. Это приятно. Это было приятнее, да? Очень приятно. Вот прям супер. Я хочу тоже посмотреть состав. Так, у нас здесь 95% какого-то террилена. Здесь спандекс. И сделано, между прочим, в России. Это тоже очень важно. Что такое террилена? Не знаю. А вот смотри что. Вообще. Смотрите. Берем брюки карго из нейлона, из иона. Добавляем к ним вот такую сумку-котомку от Ушатава. Вот. Вполне себе как у Валенса, да? Да. Мусорный мешок. Класс. Сколько стоит? Да. Сумка для стилиста. Туда точно все поместится. 12500 рублей стоит. Мне очень нравится то, что я вижу. Я в восторге. Я в восторге. Так, здесь костюм из рубашки и брюк. Мы тоже сейчас с вами в Иоанну видели такой костюм для дома. В этом тоже в целом можно ходить дома. Ткань плотная. И это, я бы сказал, костюм городской. Еще здесь, смотри, интересная есть пуговичка. Мне кажется, что можно устраивать деконструкцию, застегнув рубашку на пуговицу вот здесь. И она исказится. И будет такая вещь более дизайнерского толка. Если вы застегнете рубашку на пуговичке, как предполагается, это просто классная повседневная рубашка. И тоже агендерная абсолютно. То есть и в мужской, и в женский гардероб впишется. Да, юбка Гаде еще в руках Ушу необычного кроя. Или вот такие прямые брюки на кулиске. Я в восторге, ребят. Мне все очень нравится. Я счастлив, что мы приехали в Ушатава. Цены значительно выше, чем в Ювонах, где мы с вами сейчас были. Но и бренд другого характера. Вот такая рубашка стоит 27 900 рублей. А вот еще, смотри, футболка из спандекса какого-то. И мне нравится, что здесь лазером обработаны все швы. И она, например, идет без подгибки и без подшивки. Здесь только два боковых шва. И вот из спандекса что-то еще. Здесь есть такое боди. Еще обувь тоже. Я знаю, что у Ушатава была совместная коллекция с Эконикой. Это уже самостоятельная коллекция. Но вот единственное, что цен нет. Сколько стоит их? Стоимость 17 500. 17 500, натуральная кожа, уверен. Да? Да. Очень классные мюли. Вообще офигенные. Смотрите, с квадратным мысом. Очень хорошо исполнены. А онлайн это тоже все продается? Да, можно что-то обещать на сайте. Еще онлайн есть. Так, это супер. Есть косуха из пальтовой ткани, плотной. И чем, опять-таки, отличается Ушатава от многих других российских брендов? Это фасоны и крой. То есть, это действительно супер-мега-оверсайз. 47 500 рублей стоит эта косуха. Очень хорошо, опять-таки, выработана. Отлично исполнена. И вот здесь есть классная фишечка. Смотрите, здесь ткань такая уже с светлым ворсом. Ничего на нее не налипнет. А если что-то налипнет, смотрите, сейчас вам покажу, то этого видно не будет. Вот, идеальные соседи. Саш. Очень хорошо. У меня тут уже примерка. Да? О, это бомба. Красиво? А вот смотри, еще вот это. Вот очень красиво. Вообще офигенно. Смотрите, один из трендов этого и следующего сезона – это мятая ткань. И если, например, у вас сейчас нет бюджета на новинку, можете взять свою юбку, скройную по косой, просто побрызгать ее водой, замять, скрутить и через пару часов раскрутить. У вас будет примерно такой же эффект, но эта юбка божественная. Так, меня никто не просил бренд хвалить, если что. Вы знаете, да, что у нас абсолютно честные обзоры. Очень красиво все. Вот это супер. Смотрите, это вещь, которую сейчас ношу. Такой удлиненный пиджак-пиджак-пальто, двубортный, с очень хорошими лацканами, которые прострочены дополнительно, чтобы держать форму. И цена этого жакета-пальто, внимание, вот цена супер, 26 тысяч рублей. Можно даже как платье носить, на самом деле, да? Да, в этом и смысл, что это универсальная вещь. Пожалуйста, это как пальто. Можно с джинсами, можно с каким-то вторым слоем, а можно отдельно, как платье на былое тело, например, на платье-комбиношку. Вот еще, смотри, есть более структурное пальто. Чуть-чуть азиатский такой, да, стиль, как будто бы кимоно. Мне очень нравится. Абсолютно очевидно, что команда дизайнеров держит руку на пульсе, контролирует все то, что происходит. Я уже хвалил вам Санана. Мы, наверное, даже фотографии его где-то разместим. Как Санан выглядит. Санан, как и я, большой поклонник Баленсиаго и Нино. Одна из основательниц марки тоже Баленсиаго очень любит. О чем это говорит? Что вообще-то, ребята, в теме актуальных фасонов. Так, майка-алкоголичка от Ушатава стоит 3700 рублей. Мне нравится ее фасон. Смотрите, это борцовка. Она очень узкая на спинке. Идеальная пододевалка. Простиранный, вываренный. О-о-о-о-шу. Супер. Просто? Угу. Я даже забыл, что хотел рассказать вам про вот этот сваренный трикотаж. Как будто я из Парижа, да? Шуба супер. Во-первых, это эко-мех. Выглядит очень натуралистично, похож на норку. Очень приятная на ощупь. Это, знаете, не стеклянный такой эко-мех неприятный, а реально очень приятный на ощупь эко-мех. И вот эта шуба-жакет божественная. Она двусторонняя. Реально? Выворачивай. Она как холасса построена. Двусторонняя, говорят. И бирка пусть остается на спине. Вообще не парьтесь. Чем проще и ненатужнее ваши образы, тем лучше. Это супер. Так, я хочу цену. 39 900 стоит эта шуба-жакет. Но учитывая тот факт, что она двусторонняя, получается по 19 500. Каждая сторона. Оправдываю покупку. Мне очень нравится. Рассказывай, рассказывай. Я еще что-нибудь примеру пока. Вот здесь леггинсы есть из такого же трикотажа в лапшу. Пожалуйста, можно надеть это вместе. А сверху может быть, например, какая-то шелковая юбка. Мне так нравится все. Тоже надену, смотри, что это с печами. Это из-за кожи такой жакет-куртка водителя такси. Очень офигенно. Красиво? Мне очень нравится. Нет, опять-таки, смотрите, шу в своем, в чем пришла. Любую вещь надеваете, и образ работает. Очень круто. Потому что я украшаю образ. Да, ты украшаешь образ, это факт. И юбка-карандаш еще очень классного фасона здесь есть. Смотрите, она будет сидеть на бедрах. Видите, она достаточно широкая тут. И низкая посадка. При этом она очень узкая и сужающаяся к низу. Будет очень красивый силуэт. Даже сюда. Суперсекси. Вообще. Я думал, мы на две минутки забежим. Скажем. Ну, на показе было красиво, а в магазине, не знаю, очень все круто. 59 тысяч 900 стоит этот жакет, пальто, куртка. И тоже вещь максимально универсальная. Впишется вообще в гардероб, и можно вообще носить, пока не сносите. Здесь более простые вещи, но при этом они не так простые, как кажутся. Такой черный силуэтный жакет. Очень, опять-таки, хорошо исполненный, из очень приятной ткани. Такой жакет пишется и в какой-то офисный дресс-код, и в офисный гардероб, и в повседневный тоже. 17700. К жакету у нас здесь есть вариант брюки на резинке. Есть очень красивые лунгсливы здесь. И еще вот этот бомбер мне нравится. Он из трикотажа, объемный, мягкий и супер уютный. Бомбер стоит 19500. Косуха супер тоже. Цвет, да, классный? Это эко? Да. Я отдельно хочу отметить выбор материала. Это эко-кожа, она плотная, не слюнявая, не висючая. Держит форму, и это косуха то, что нужно. И смотрите, она вроде бы такая классическая, но при этом здесь интересные такие ремни на кнопках. Их можно не застегивать, чтобы все это вот так болталось и выглядело максимально небрежно. Очень красиво, тебя можно еще подвесить на крючок. Да. Шу, пойдем, все, пойдем. Так, подожди, я сейчас порову еще случайно, сколько стоит? Стоит 42 тысячи рублей. Мне очень нравится. И цвет классный. Свитер рыболова здесь есть. Тоже актуальный максимальный фасон. Можно, например, с какими-то шелковыми брюками такой свитер носить. Можно с мятой юбкой, вообще с чем угодно. Вещи максимально универсальные. Еще одно красивое пальто здесь есть, черное. Шу сейчас примерит черное пальто Ушатава, а вы будете голосовать. Черное пальто Рогов вам нравится больше или Ушатава на диване? Моя пальто он туда поет, я думаю, какое красивое пальто здесь. А это наше. А какая у вас размерная линейка? Если про верхнюю одежду, то в основном размеры идут small и tall. Грубо говоря, XSS, ML разделение. Ну, сдвоенные. Да, сдвоенные. Это размер tall сейчас вы примеряете. Это большой? Большой. То есть больше не бывает? Это самый большой. Ага. Ну вот смотрите, ношу пальто tall. Оно хорошо сидит. Мне нравится, что рукова длинная, оно действительно объемное. Если на наше, посмотрите, оно еще больше. То есть, если вы гипер, супер, мега, оверсайз хотите, вот это то пальто. Это лучше держит форму. И плечи здесь не уехавшие, не упавшие. Это очень хорошая инвестиция. И я хочу отметить, опять-таки, ткань. Она очень плотная, похожая на такую ткань для шинелей. Она вообще, я уверен, непродуваемая. И я хочу посмотреть состав. Вот здесь состав. Да, это шерсть 97% и 3% лайкра. А у нашего пальто состав 100% шерсти. Супер. Ну что, голосуйте. Давайте, голосуйте в комментариях. Это или это. Я в восторге от того, что я вижу. И вот еще один вариант обуви. Давайте. О, это очень прикольно. Смотри. Это мюли. И к ним кожаные носки. Смотрите. В носочках отдельно можно ходить дома. А потом вот так вы обуваетесь. И прекрасно выглядите. Вообще, я сказал бы, что у Шатавы это микс Баленсиага. В хорошем смысле слова. Зеро. Да. Селин. Немножко Ямамото. Олк Селин я имею ввиду, конечно же. Это очень свежо. Тебе нравится вообще то, что мы увидели? Ну вот прям некоторые вещи я у себя вижу в гардеробе. Мне очень нравится. Я вообще в восторге. Хорошо. Да. Ты еще дальше куда-то хотел, да? Да. Давайте с Ушатавы закончим. В общем, точно Ушатаву вам рекомендуем. Ищите в интернет-пространстве онлайн-магазин Ушатавы. Заказывайте вещи. Качество бомба. Строчки равнейшие. Состав великолепный. И эти вещи просто вещи на века. Ага. А что? Это сумка, я думаю, такая. Сумка-подушка. Ух ты. Я думаю, что можно это просто все не завязывать. Вот так вот на ручки носить. Предлагаю еще в одно место зайти. Какое? Ну пойдем на улицу выйдем, расскажу. Да. Все, пойдемте. Тут вообще череда магазинов российских брендов. Вот там Петровка-15, Fashion Rebels Live. Это все российские бренды. Вот магазин Никиты Ефремова. Там обувь дизайнерская продается. Персерико, мне кажется, тоже что-то русское. Вообще. Так рассказывать, куда мы идем или нет? Ну говори, конечно. В Гуччи. Нет. Мы с вами идем сейчас в уникальное место. Вы все неоднократно от меня слышали про Оскелли. Про ресейл-платформу, где я тоже перепродаю свои вещи, которые уже не ношу. И случилось кое-что необычное. Оскелли на Столешниковом переулке, где мы сейчас и находимся, открыли оффлайн-пространство. То есть теперь у них есть еще и оффлайн-магазин, куда мы с вами прямо сейчас и идем. Мы посмотрим, что там продается. Там продаются все известные мировые бренды. И Шанель, и Эрмес, и Диор, и Гуччи, и так далее. И мы посмотрим, что там за ассортимент. Что-то можно купить. И, возможно, даже что-то из моего гардероба там найдем. Ну вот, смотрите, какие витрины еще красивые. О, с Келли. Что там? О, ничего себе, что здесь есть. Смотрите, например, стоит Эрмес Келли Мини. Мне кажется, миллиона два такая стоит. Еще и, видимо, какая-то лимитка, потому что там какие-то пупырышки на ней. Там 4 людей столько, Саша. Я стесняюсь. Там народу много. Вообще они открылись на днях? Может быть, у них мероприятие какое-то? Ну, пойдемте, сделаем свое дело. Может, просека нальют? Может, просека нальют, да. Здрасте. Здрасте. Вас поздравляем с открытием. Спасибо. Как дела у вас? А мы вот с Рогов Лайф. То есть вы меня снимаете? Да, вот, пожалуйста, знакомьтесь. Это один из основателей вообще всей этой заварушки. Но мы, на самом деле, посмотрим, что здесь происходит. Конечно, конечно, да. Может быть, что-то примерим. Может быть, что-то мое найдем. Да, давайте. Ну, все, не отвлекаем вас от работы. Итак, я прям чувствую, что это стойка Филиппа Киркорова. Ой, ну тут вообще. Смотрите, здесь, например, есть вот такой плащ из эко-кожи, блестящий от Мюглер. Классная плащ из эко-кожи. Здесь есть... Это Гуччи, мне кажется, или Бальман. Это Бальман, наверное. Здесь есть вот такой твидовый... Смотри. Ой, это красиво очень. Такой твидовый жакет. А что это вообще такое? Это Версачи, мне кажется. Это Версачи за 98 тысяч рублей. Таких цен у Версачи, мне кажется, вообще в жизни не было. Я боюсь, что это скоро буду примерять. Что здесь? О, какая-то куртка. Смотрите, необычного кроя тоже от Мюглер. Лак один из трендов сезона. Вот белый лаковый бушлат. Мне кажется, что Гуччи. Гуччи. Короче, здесь такой выбор, который не светит вообще никаким нашим универмагам сейчас. И Валентино, и Бальман. Дубленка Валентина, смотри, какая невозможная. Никольная, да. Вот такой пиджак-пальто Дрисванотен с натуральным кроликом. Сумочка Гуччи. Где вы сейчас такую купите? Нигде. Вот какой-то бушлат кожаный. Очень симпатичный, да? Вы уже видите все это на мне? Без кого? А еще самое главное, что у Киркорова большой размер, и мне здесь все по размеру подойдет. Вот еще тренч от Валентина в бабочках. Да? Симпатично. И вот еще люрекс какой-то здесь мужской имеется. Смотрите. Не, ну это что-то... Дрисванотен. Давайте я что-нибудь примерю для вас. Примерим бушлат из коллекции Филиппа Киркорова. Боже, а как он в это влезал? Он, может быть, любил притальные силуэты. Я не знаю. Ну вот, например. Красиво? Да. Такой-то... Ой. Ну просто не с этим. Да. Вообще симпатично. А вот этот пример? Нет, такой не хочу. Не хочешь? Я хочу вот этот, на самом деле, твидовый. А вот тельняшка офигенная, бальман, смотрите. А вот эта вот, ковтеночка, смотри, какая хорошая. В общем, завелись мы давно, я не испытывал таких эмоций от оффлайн-шопинга. Вот это прелесть какая-то, да? Прелесть невероятная. А мне еще этно так идет, смотри, по цвету сейчас будет супер. Так, примеряем дубленку Валентину за 135 тысяч рублей. Односторонняя? Возможно. Односторонняя. Ну вот, смотрите. Нереальный вопрос, как в это влезает Киркоров? Ну или влезал? Вот это хочу. Давай. Так, немножко Версачи. Ой. Здравствуй. Но твит классный. Вот это просто все, too much. Мог бы Баскову подарить, да? Ну да. Я еще нарядился, конечно, сегодня. Нет, это мне не подходит. Пойдемте посмотрим, что здесь есть еще. Все самые вожделенные сумки мира здесь представлены. Ой, вот, смотри, кто тут есть. Здесь есть и Баленсиага спортивной формы. А это все открывается, интересно, как-то? Как? Да, пожалуйста. Вот, здесь представлена вот такая сумка Баленсиага. Сейчас узнаем, сколько она стоит. И что важно, все вещи проходят аутентификацию от работников Оскеля. 200 тысяч рублей она, правда, стоит, но как-то дороговато. Акоголь сколько стоит? 180. Ну, что дорого. Дорого, да. Вот зеленая коголь здесь есть вожделенная, все за ней гоняются. 180 тысяч рублей. Ну, на Оскеле, кстати, если вы найдете этот товар, можно торговаться с тем, кто продает. Здесь целая выставка Сен-Лоран, Валентина, Гуччи. Здрасте. Здесь у нас что? Бальман. Уолк оф Шейм, кстати, российский бренд. Олд Селин. Магда Бутрим. Вообще. Я вообще обожаю комиссионки, ресейл. У меня даже Guilty Pleasure есть ночью перед сном на Оскеле поковыряться, посмотреть, что там интересного можно купить. И у меня есть несколько покупок с Оскеле. Шанель, да? Угу. Вообще целая стойка Шанель. И платья, и жакеты. Вот прикольные. Ага. Сколько стоит? Неизвестно, сколько стоит. Сен-Лоран. Здесь просто глаза разбегают. Здесь можно просто на 5 часов приходить и все это просматривать. 160 тысяч стоит сумка. А сколько сейчас она стоит? Я не знаю. Мне кажется, они так и стоили раньше в магазине. Ой, какие я с перышками смотрю. Буль-буль. Что это такое? Это Prada, мне кажется. Да. Класс. Пожалуйста, Prada. Причем это из какой-то старинной коллекции. Можно даже сказать, что это раритет. Только стоит. 41 900. Ну вот. И вот. Как будто просто в магазине выходили. Через одну носку подошвы такая же будет. Вот здесь есть клоги Dior. Но в клогах, честно вам признаюсь, ходить просто невозможно. Я уж не знаю, кто готов терпеть клоги. Есть только они от Dior или от Hermes. А мы с тобой на днях видели женщину, она в клогах шла. Да. Да у меня есть клоги Dior Coins, которые просто, ну, как бы не поносишь. А вот в Фенде чуть-чуть багетов. Какой-то интересный. Я такой не видел никогда. Как это открывается? Нет, тут как будто бы нужно что-то куда-то переставить. Это ведь... О, видала? А, вот так, смотрите. Короче, это Фенде. Ты нажимаешь... Ой. Да, и теперь открываешь. Очень удобно. Такой багет стоит 73 тысячи рублей. Вот это, я понимаю, цены. Короче, какие-то продавцы жадные. Потому что продавец же сам устанавливает цены на свой товар. Какие-то продавцы жадные. И продают в итоге сумку, подержанную, за 200 тысяч рублей. А какие-то продавцы не жадные. Вот, пожалуйста, Фенде багет за 70 тысяч рублей. Я понимаю, что это тоже дорого, но это значительно дешевле, чем в бутике. Вот, смотрите, какая классная юбка от Гуччи. С летающей тарелкой. Сколько она стоит? Сколько стоит, как думаешь? Вот, хорошая цена 30 тысяч рублей. Смотри, юбка Гуччи 30-ка. Вот эта цена супер. Шанель, пожалуйста, подержанная, винтажная. Сколько стоит? Ну, сколько, как думаешь? 300 тысяч. 182. Как странно. Я уже объяснил только что. Каждый продавец устанавливает свою цену. Кто-то хочет нажиться, продает за дорого. А кто-то хочет просто дать свои вещи, вторую жизнь. И тогда выставляют цену нормально. Вот юбка 30 тысяч рублей. Гуччи. В магазине такая стоила бы 200 тысяч рублей точно. А Шанель сейчас стоит 500 минимум. Это 180. То есть, вот это, ну, хоть как-то похоже на ресейл. Классно, что здесь очень много характерных вещей, необычных. Вот классный бомбер, например. Тоже бомбер один из трендов сезона. Вот бомбер Стелла Маккартни. И 40 тысяч рублей тоже вполне себе цена. Да. Потому что цену у Стелла Маккартни, ну, от сотки. Сейчас шампанского выпьем. И нам сразу все цены понравятся. Пойдемте наверх сходим, посмотрим, что там. Ой, там царство Эрмес и Шанель. Пойдем. Ой, идеально. Спасибо. И добро пожаловать в самый люксовый сегмент. Спасибо. Очень символично. Можно за это быть. Да. За шопинг-влог, за ресейл и за вас. Так, мы на люксовом этаже. Здесь все Эрмес. Например, вот такие тапочки, не ношеные, новые, стоят 86 тысяч рублей. Здесь сумки Шанель. И даже какие-то лимитированные. Вот такая здоровая, мягкая. Вот это тебе подошла бы. Ищи цену. А вдруг там щедрый продавец за двадцатку отдает. Ой, это классная сумка. Мне нравится, что она мягкая и такая потрепанная. Где? Может на люксовом этаже нет цен. 216, ну знаешь. 216 вполне себе похоже на щедрость. Но это мы потом купим. Так. Вот такая еще Эрмес. Диор тут есть, например, за двести тридцать пять лимитка. Смотрите, вот такая переливающаяся сумка. Сумка-рыбка. Ну все, шампанское по мозгам дало. Я уже не соображаю ничего. Ой, ну все, я уйду с покупкой сейчас. Подержи. Вот такая сумка. У меня такой еще нет. А вон еще какая-то с выделкой, смотри. Какой удержь, что ж? Ничего. Не знаю. Тебе нравится? Ты знаешь, чем она мне нравится? На портсель похоже. Что это первая вполне удобная сумка Эрмес. Потому что ее можно перевесить через плечо. И она сравнительно удобно открывается. Еще, мне кажется, она новая, потому что она в пленках. Сколько стоит? Здравствуй. Сейчас узнаем. 380 тысяч. Ну, самая недорогая моя сумка могла бы быть. Ну, в общем, это прикольный цвет. Мне нравится. Так, а вот, пожалуйста, здесь сумка есть за 2 миллиона 100. Ясно. Потом, что здесь еще есть? Есть крокодиловая. Я даже боюсь смотреть, сколько она стоит. 2 миллиона 950. Крокодиловая. Келли. Ретурене. Док. Давай шампанское мне надо выпить. В общем, за вас. Ну что, любимые, милые наши рога-флайвовцы, подписчики, подписчицы, поклонники, поклонницы. Я надеюсь, вы с нами классно провели время. Мы даже на машине вместе покатались по центру города, прошлись. Я надеюсь, наши советы будут полезными. Я надеюсь, что вы вдохновляетесь, когда смотрите наши выпуски. Кода, шампанское я выпил и не могу даже нормальную прощалку записать. Теперь вы понимаете, почему я не пью на съемках. В общем, я пойду на кассу покупать клоги от Hermes здесь, в Оскелли. Напоминаю, сегодня это был шоппинг-клог. Мы были в Юона. Мы были с вами вместе в Ушатау. И сейчас мы здесь в магазине ресейл-сегмента Оскелли. Мы выпиваем за вас. Это рубрика «Вкусно пожрем» называется. В общем, мы вкусно выпьем шампанского. Вкусно попьем. Вкусно попьем. Какая-то прощалка дурцкая получилась. Ничто, мне кажется. Но вы же нас за это и любите. В общем, с вами был я, Александр Ругов, Ольга Шуранова. Мы обожаем ходить по магазинам. Надеюсь, вы обожаете ходить по магазинам вместе с нами. Будьте с собой, ничего не бойтесь. Кайфуйте от жизни и грамотно инвестируйте деньги в свой гардероб. Все, всем пока. Пошли. Все, всем пока. Пойдем к логе покупать.